Если вы внимательно прочитаете этот текст, то российские пропагандисты совсем расстроятся и будут биться в истерике и панических атаках. Потому что заложенный прямым текстом говорит о том, что да, российских оккупантов надо убивать. Вообще нужно отдать должное, что Валерий Федорович на слова не скупится. I am ready to die, I am ready to kill, I am willing to send people to die and kill. Это же вообще вся ирония к себе, к моменту и понимания остроты ситуации. «Готов ли я умереть? Готов ли я убивать? Готов ли я посылать людей умирать и убивать?» Когда человек, это слова заложенного, формулирует вопрос именно таким образом, ты сразу понимаешь, что человек А на своем месте, Б, человек понимает степень ответственности за происходящее. И почему я говорю, что на российских пропагандонов будет колбасить просто «мама, не горюй»? Да, все очень просто. Потому что он говорит о том, что позиция наших западных партнеров, она, конечно, всегда важна. И мы всех слушаем и всех благодарим за оружие, боеприпасы, ракеты. И у меня тут никакой иронии или сарказма нет от слова «вообще». Потому что без западной помощи мы бы тут уже воевали бы камнями. Ну, так, для понимания. Но заложенный говорит о том, что Крым будет под контролем Украины, даже если против этого выступят союзники нашей страны. Это важно. Значит, победа, говорит заложенный, будет тогда, когда у нас будет армия, немалая армия, которая будет гарантировать безопасность детей, которые сейчас ездят в колясках, точнее, которых катают в колясках, чтобы они росли, зная, что такое больше не повторится. Но вот эти вот слова по поводу Крыма, как только мы будем готовы, мы пойдем и заберем свое. Занавес, истерика на болотах. Оля требует от Путина ее защитить от ВСУ. Я так понимаю, что интервью настолько шокировало российскую общественность и ФСБ, что они тут даже объявили о том, что раскрыто покушение. Как вы думаете, на кого? Блин, на Скобеева даже никто не покушается. Наверное, из-за отвращения. А сейчас они заявили, что хотели минуснуть, укокошить, угандошить Маргариту Симоньян и Ксению Собчак. И хочется сказать, это же Булова. Насчет Ксении Собчак возникает вопрос, а кому это надо? Хотя это понятно, что это еще та российская пропагандистка, только работающая на минималках и на либералках. Тут все понятно. Про российскую недолиберальную прессу мы все знаем. То, что было живым, где были признаки журнализма, они уничтожили там, на болотах. Ну, а вот Собчак работает. Но факт не в этом. Покушаться на нее. А на Симоньян вроде уже покушались. Что, опять? Не знаю. Кстати, интересно, Симоньян этот свой американский автомобиль забронировала. Ну, не в смысле забронировала, чтобы купить, а броню, кевлар, обшили. Ну, и, естественно, покрасить это желательно цветом пинк. Она же нас любит. Все яркое. В общем, вот такие дела. Мне кажется, это достойный ответ Владимиру Путину. Мне кажется, что нужно не бояться называть вещи своими именами. И говорить о том, что российских оккупантов на украинской земле мы всех убьем. Ну, вот получается как-то так. Понимаете? Я хочу с вами поговорить о Турции. Потому что, во-первых, вы знаток этой страны, знаток Эрдогана. И здесь множество составляющих. Ну, во-первых, суббота и возвращение наших защитников Мариуполя. Сегодня у Эрдогана спросили. Он говорит, ну, а что у меня Зеленский попросил. Я их отдал. Все, никаких особых подробностей. Вот его позиция. Далее он сказал о том, что он ожидает, что 17 июня через 5 дней будет продлена зерновая сделка, с которой Российская Федерация хочет выскользнуть. Более того, в августе он ждет военного преступника Путина в Турции. Да, и есть, судя по всему, о чем поговорить. Но при этом, делая поблажки в сторону Украины, кидая какие-то достаточно положительные сентенции в сторону Российской Федерации. Вот я имею в виду продолжение торговых отношений. Действительно, Эрдоган очень многое сделал для укрепления Европы и НАТО. Во-первых, он сказал о том, что Турция должна присоединиться к Европейскому Союзу. Во-вторых, поддержал расширение НАТО. У нас, господин Юнос, очень... Вы знаете, как это? Говорим о важном, поэтому... Агенты влияния. У нас, господин Юнос, продолжайте. Да, я хотела сказать, что о важном говорим, поэтому у нас агенты вмешиваются. В общем, что происходит с Турцией? Что происходит с Эрдоганом? Неужели действительно... Вот сейчас, можно сказать, там же раньше говорили, что он был нейтральный, а теперь как будто бы он очень четкую позицию занимает. Нет, ничего не изменилось. Ничего не изменилось. Просто, вы понимаете, вот разыгрывать... Когда я сказал, что сеанс одновременной игры разыгрывается шахматной партией на разных досках, он разыгрывает этот дебют, миттельшпиль, эндшпиль. Вот в какой-то партии тема пришла к эндшпилю. И вот к саммиту, например. Может быть, он это все проводил к саммиту. Здесь президентские выборы не играют никакой роли. Президентские выборы, наоборот, усилили его позицию в плане того, что он сейчас вообще свободен. Он может даже пошутить с президентом США. Он прятал этот самый, да, президент США его поздравил о том, что, ну, следующие пять лет, сам, я вас поздравляю. И Байден, Эрдоган ему улыбается, говорит, ну, у вас через год это самые выборы, через год вы... То есть он говорит о том, что через год тебя, может быть, и не будет, а я точно буду пять лет сидеть, понимаете. А этот ему говорит о том, что я очень надеюсь, я все ваши пять лет с вами вместе проведу. Ну, старайся, тоже пробивай через американский народ. То есть я честно же выиграл. Ты же не можешь сказать, что я нечестно выиграл. То есть он уже шутит над ним. А это о многом говорит. Они разные весовые категории. Потому что вот разыграть вот так мастер-класс с Соединенными Штатами Америки, да, вот, главной страной, это же может позволить себе, вот, Китай может это себе позволить. То есть это только те страны, которые ядерная держава, там, постоянно члены Совета безопасности, и они могут не считаться мнением Соединенных Штатов. Но Турция не же говорит о том, что она не считается. Она разыгрывает грамотно партию таким образом, что все нуждаются. Я подчеркиваю, вот берите пример украинца с этой политики Турции. Вот она на самом деле очень правильная. Вот он сделал так, что все нуждаются, американцы нуждаются в теме НАТО, например. Вот конкретно вот сейчас эта тема саммит пришел. Если бы президент Эрдоган не принял бы такое решение, значит, этот саммит закончился бы фиаско. А еще представьте себе, если бы президент Зеленский совершил бы демарш и не пришел бы туда. Вот на секунду просто представьте. Могло быть такое? Реально оно такое могло быть. Значит, чтобы такое не быть, значит, президент Байден должен был сделать какие-то реверансы. Как в сторону Турции, так и в сторону президента Зеленского. И не забудьте, за несколько дней до этого они встречались в Стамбуле. Теперь это просто мысль и слух. Но факт остается фактом, что Америку нуждалась в Турции. Турция за это решила вопрос с F-16. Вчера Менендес, который органически не переводит 30 лет Турцию, потому что он проармянский сенатор, он из Калифорнии, там армяне за него все время голосуют, он у них на довольстве находится. И он все время выступал с анти-турецким, анти-азербайджанским заявлением. И этот, один из ведущих, и от него подписи зависит вот эта тема F-16 на 20 миллиардов. Через Сенат они будут пропускать. И он вчера говорит о том, что, я думаю, на следующей неделе решение будет принято. А что это ты вдруг не выпендриваешься? Кто тебя заставил соглашаться с этим? Белый дом надавил на тебя? Значит, если Белому дому надо, а Белый дом, между прочим, нынешняя адміністрация, самая проармянская за все годы существования Соединенных Штатов Америки. Самая проармянская. И Байден лично, и его ближайшая команда. И при всем приветом Турции получают то, что она хотела. Подписывайтесь на канал и не пропускайте новые видео. Пишите комментарии и делитесь с друзьями. Мы также будем благодарны за поддержку нашей работы на Patreon або других удобных платформах. Реквизиты в описании к видео. Продолжение следует...